Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и наш сегодняшний разговор будет посвящен Галилео Галилею. И, конечно, все вы знаете, что Галилей был ярым сторонником учения Коперника, за что и был осужден католической церковью, но не сдался и в конце жизни произнес приписываемую ему фразу «А все-таки она вертится». Но если говорить о большем, Галилей сам был автором важнейших астрономических открытий, а еще он был первым из тех, кто заложил основы физики нового времени и создателем экспериментального метода нашей науки. И обзор открытий Галилея я начну с астрономии. В 1609 году Галилей узнал, что в Голландии была изобретена зрительная труба. Он сам немедленно построил себе такую трубу и тут же навел ее на небо. И буквально за несколько дней он провел такие наблюдения, которые перевернули взгляды человечества на Вселенную. Галилей обнаружил кольцевые горы на Луне, и оказалось, что Луна не является идеальной небесной сферой, но подобна Земле. Небесного совершенства поубавилось и у Солнца, потому что выяснилось, что на нем имеются пятна. Когда Галилей направил телескоп на Млечный Путь, он увидел, что эта небесная полоса состоит из гигантского количества звезд. У Венеры обнаружились фазы, такие же, как у Луны. И то, как эти фазы соотносились с положением Венеры на небе относительно Солнца и с видимыми размерами этой планеты, говорило о том, что Венера обращается скорее вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Наконец Галилей открыл, что вокруг Юпитера обращаются свои Луны. А значит, Юпитер, окруженный спутниками, сам является центром своего мира. Эти свои результаты Галилей опубликовал в 1610 году в книжке «Звездный вестник», после чего он стал известен по всей Европе. Правда, некоторые ученые мужи и преподаватели астрономии говорили, что наблюдением с помощью несовершенного оптического прибора доверять нельзя. Но было ясно, что их песня была уже спета. Новая астрономия отменяла очень многое из того, что было написано в их учебниках. И тогда Галилей сделал решающий шаг и занялся активной пропагандой учения Коперника. Церковь пыталась ему намекать, что лучше бы он этого не делал. Но Галилей не послушался, и вместо того, чтобы молчать, опубликовал в 1632 году диалог о двух системах мира – Птолемеевой и Коперниковой, где развернул активные споры со сторонниками Аристотеля и Птолемея. Да еще и написал эту книгу не на ученой латыни, а на итальянском, чтобы ее могли читать те, кто латыни не знает. И, быть может, церковная верхушка в этой истории была шокирована не столько тем, что Галилей заставил Землю обращаться вокруг Солнца, умолив ее место в мироздании. В конце концов, книга Коперника была уже почти век как издана. Сколько тем, что Галилей настаивал на своем праве судить обо всем, не опираясь ни на какие авторитеты. В результате церковь затеяла инквизиционный процесс, осудила Галилея и поместила под домашний арест до конца жизни. Благо, что не сожгла на костре, как она сделала это с Джорджана Бруна. И, кстати сказать, геоцентрическое учение Птолемея преподавалось в университетах Европы еще довольно долго, вплоть до времен Ньютона, пока не кануло в прошлое. И теперь я перехожу от астрономии к физике. И здесь значимые результаты Галилея столь многочисленны, что обозреть их все не представляется возможности. Поэтому в этом ролике придется выделить только главный из них. И я начну со знаменитого мысленного опыта с кораблем. Люди, которые возражали против учения Коперника, среди прочих доводов выдвигали следующий. Ну, если Земля вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца, то тогда представьте, что человек подпрыгнет на поверхности Земли. На какое большое расстояние эта поверхность провернется во время прыжка, человек должен приземлиться совсем в другом месте. И Галилей придумал для возражения следующее рассуждение. Представьте себе, говорит он, что вы находитесь в корабле, который пока что стоит у причала неподвижно. Вы напустили туда разных бабочек, а они летают по вашей каюте. Вы можете прыгать, и понятно, что если вы прыгать будете с двух ног, то вы одинаково прыгнете в любую сторону. Вы можете бросить камень, и он упадет вертикально, или точно так же вертикально будет вода стекать вниз каплями из ведра, в котором есть снизу отверстие. А теперь представьте себе, ведь это легко сделать, правда, что корабль пошел, и он движется прямолинейно и равномерно, и вы находитесь в каюте за занавесками, не видите, что происходит снаружи. И ведь понятное дело, что бабочки точно так же будут летать по каюте, а не собираться у задней по ходу корабля стенки. И в какую сторону вы не будете прыгать, вы одинаково прыгнете от того места, где вы стоите на полу, что по ходу корабля, что против хода. И если вы будете бросать тело, то оно точно так же упадет вертикально, и вода из ведра будет капать вертикально. И получается, что у нас нет никакого способа отличить, стоит ли корабль или движется. И сегодня это утверждение называется принципом относительности Галилея. Ну, и мы понимаем, что если я бросаю шар здесь, он падает вертикально, то в пространстве, с учетом движения Земли, движения Земли вокруг Солнца, он за это же время действительно пролетает какое-то огромное расстояние. Но мы этого движения не замечаем, потому что мы движемся вместе с Землей, и шар имеет исходное движение вместе с Землей, и относительно Земли он летит, падая вертикально. Развивая свою новую физику, Галилей постоянно вступал в споры с последователями Аристотеля, занимавшими главенствующие места в тогдашних университетах. И один из этих споров был связан со свободным падением тел. Аристотель считал, что чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает на Землю. Ну, правда, если взять гирю и пушинку, ясно же, что гиря упадет во много раз быстрее, чем пушинка. Хотя, думается, что если я возьму в руки два тела, одно из которых, наверное, больше, чем в десяток раз массивнее другого, и посмотрю, как они падают, то я увижу, что они упадут на стол практически одновременно, а не так, что одно придет в десять раз быстрее другого. Но такого рода возражения В ученых спорах тех времен, по-видимому, не считались. И даже если Галилей бросал камни, или там эти самые ядра и монеты с Пизанской башни, то никто и не стал бы смотреть на этот опыт. Поэтому Галилей придумал мысленное возражение. Хорошо, сказал он, вот вы считаете, что тяжелое тело будет обгонять легкое. Ну вот я их отпущу одновременно. А теперь я возьму и соединю их цепью. Ведь они вдвоем образуют еще более тяжелое тело, которое, казалось бы, должно двигаться еще быстрее, чем каждая из них по отдельности. Но с другой стороны, если вы считаете, что легкое тело падает медленнее, оно должно притормаживать тяжелое, а тяжелое должно, наоборот, тащить за собой легкое, и, наверное, такое связанное тело в вашей логике должно двигаться с какой-то средней скоростью, они со скоростью больше, чем падало бы отдельно тяжелое тело. И вот в вашей логике тем самым имеется противоречие. И разрешить эти противоречия можно, только если считать, что оба эти тела будут двигаться вместе, не обгоняя друг друга и не отставая друг от друга. Ну, а что касается пушинки и ядра, то понятно, что там вступает в действие сторонний фактор сопротивления воздуха. Если бы сопротивления воздуха не было, то тела и падали бы все вместе, не обгоняя и не отставая. Но если мысленный эксперимент говорит, что тела разной массы должны падать с одной высоты на Землю одновременно, то тогда нужно организовать и реальный эксперимент, который будет соответствовать этому мысленному эксперименту. Однако, если тела просто бросать, то, поскольку в те времена скоростных камер еще не было, чтобы заметить какое-то различие или его отсутствие, надо было бросать их с достаточно большой высоты. Но с большой высоты они приобретут большие скорости, и тут в действие ступит сопротивление воздуха. Как же его уменьшить? И тогда Галилей придумал скатывать тела с горки. И вот я беру два шара, один из них массивный, стальной, а другой резиновый, гораздо легче. Ставлю их на горку и отпускаю. И видно, что они пришли к финишу практически одновременно. А все-таки при этом на шары действует сила трения со стороны горки. Как бы убрать и ее тоже. Но можно ли сделать такие горки, в которых сила трения исчезнет практически полностью? Да, говорит Галилей и подвешивает грузы на маятниках, представляя себе, что маятник движется по невидимой горке. Ну, здесь у меня висят два груза массой 10 граммов из алюминия и 100 граммов из бронзы. Я отвожу их, отпускаю, и вижу, что грузы качаются рядом. Никто из них не опережает друг друга и не отстает. И вот таким образом Галилей устраивает эксперимент с маятниками, в котором изучает свободное падение тел. Хотя, казалось бы, никакого падения здесь нет. Это и есть характерная черта новой физики. Поставить природу в такие условия, где она раскроет себя наилучшим и самым ясным образом. Рассматривая свободное падение тел дальше, Галилей приходит к выводу, что тело, отпущенное из рук, в начальный момент времени имеет скорость равную нулю. И это может показаться очень странным, но мы можем аргументировать в пользу такого утверждения. Так, подбросим тело, и оно подлетает до верхней точки, потом падает. Пока оно летит вверх, направленное вверх, скорость уменьшается, уменьшается, уменьшается. Вот оно падает до нуля, а теперь тело падает вниз, и его скорость направлена тоже вниз. И спрашивается, а как при этом меняется скорость со временем? И тут Галилей находит в работах своего предшественника, Николая Арэма, жившего за 250 лет до Галилея, схему униформно-деформного, или, как мы сейчас говорим, равно ускоренного движения. В этой схеме скорость падающего тела с момента, когда мы его отпускаем, нарастает пропорционально времени. Ну, измерять скорость непосредственно Галилею было очень трудно. Но из этой схемы следует, что свободно падающее тело за равные промежутки времени, отсчитываемые с начала падения, должно проходить отрезки, пропорциональные последовательным нечетным числам. 1, 3, 5, 9, 11 и так далее. И это можно проверить в реальном эксперименте. Мы кладем шар на наклонный жалоб, отпускаем его, и он покатился вниз, набирая скорость. А крестики показывают положение шара через равные промежутки времени. И вот мы видим, что соответствующие расстояния действительно растут, как последовательные нечетные числа, что и предполагал Галилей. Галилей проводил свои опыты примерно так же. Но понятное дело, что скоростной камеры у него не было, поэтому он скатывал шары с наклонного жалоба длиной в несколько метров, а промежутки времени засекал с помощью специально построенных для этой цели водяных часов клепсидры. И получил те же самые результаты, что и мы в нашем опыте. И вот мы поговорили об астрономических и о физических открытиях Галилея, а теперь я хочу обсудить еще один его парадоксальный результат, относящийся к математике. Давайте выпишем в ряд все натуральные числа. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И под каждым числом подпишем его квадрат. 1, 4, 9, 16, 25 и так далее. И вот получается, что каждому натуральному числу соответствует его квадрат. Стало быть, сколько натуральных чисел? Столько и квадратов. Но с другой стороны, если мы рассмотрим весь ряд натуральных чисел и пометим в нем только квадратные числа, то ведь у нас не все числа окажутся помеченными. И более того, чем дальше мы будем уходить от единицы, тем более разреженным оказывается ряд квадратов, тем больше промежутки между соседними квадратами. Как же так? С одной стороны, натуральных чисел столько же, сколько квадратов, а с другой стороны, квадратов гораздо меньше, чем натуральных чисел. Как совместить между собой два этих утверждения? Вот вопрос, над которым задумался Грилей. И вот вопрос в конце нашего ролика, на который я предлагаю ответить вам ваши соображения на этот счет. Пишите в комментарии к этому ролику на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!